Добрый день! Вот уже 9 лет ежедневно я изучаю счастье. Но не для того, чтобы стать счастливым. Нет, я родился счастливым и счастье часть моей природы. В 2013 году я отправился на поиск ответа на вопрос, как быть счастливым. И вот что я нашел. Чтобы быть счастливым человеком, нам достаточно обращать внимание на свое врожденное счастье. Оно есть. Оно есть везде, где есть человек. Счастье и внутри, и снаружи. Просто в определенные моменты, когда мы внимательны, мы его замечаем. И таких моментов в жизни каждого человека множество, великое множество. Вспомните свое благоговение перед силой и красотой природы, будь то величественная гора или маленький хрупкий цветок. Вспомните свой восторг, когда вы впервые что-то сделали руками, будь то первая глазунья или свой первый кирпичный коттедж. Вспомните душевный трепет, когда рядом близкий человек, и вы понимаете друг друга без слов. Но есть особенные моменты. Именно они основная находка моего путешествия за счастьем. Это моменты, когда Вселенная напоминает твоей душе, что вы на верном пути. Это время, когда мы занимаемся своим делом. Своё дело, которое делает нас счастливыми в полной мере и практически в любой обстановке. Вот оно, дело. Но своё дело не обязательно про карьеру или про бизнес. Своё – это то, что ты не можешь не делать на благо мира. И то, за что мир тебе благодарен. Это то дело, которое мы можем делать ежедневно со всей душой и пользой для мира. Таких дел множество. Я их просто сгруппировал, чтобы было людям легче находить своё дело. Вот, например, всего пять групп дел, своих дел, которые напоминают человеку о врождённом счастье. Группа первая. Помощь, поддержка, альтруизм. Позаботьтесь, например, о соседке-старушке. Или осознанно, регулярно участвуйте в благотворительности. Помогайте животным, сиротам найти свой дом. Когда мы помогаем, мы счастливы. Вторая группа дел. Творчество. Созидание. Креатив. Воплощение идей. Научитесь писать вдохновляющие тексты. Научитесь рисовать захватывающий дух картины. Начните собирать удобную деревянную мебель. Когда мы создаём, мы счастливы. Третья группа. Успех. Достижения. Победы. Ставьте перед собой трудные задачи. Будь то в спорте, будь то в бизнесе, будь то в саморазвитии. Решайте их. Празднуйте победу. Когда мы достигаем, мы счастливы. Четвёртая группа. Ищите, находите, открывайте. Посвятите свою жизнь поиску нового, будь то в науке, будь то в разведении орхидеи, либо в воспитании детей. Когда мы открываем что-то новое, мы счастливы. И пятая группа. Гармония, баланс, единство. Посвятите своё время осознанности и мудрости. Танцуйте, занимайтесь йогой, медитируйте. Когда мы едины со Вселенной, мы счастливы. Итак, простой прикладной вывод моего путешествия. Практика счастливой жизни заключается в том, чтобы уметь развивать свою внимательность и особенно быть внимательными к моментам самореализации. Именно в эти моменты мы вспоминаем своё врождённое счастье. И вот всего три практических вопроса для тренировки такой внимательности. Первое. Задайте их себе и сами же ответьте. Первое. Что я не могу не делать на благо людей? Второе. Что мир ждёт от меня? И третий вопрос. За что из того, что я люблю делать, мир меня благодарит? И вы увидите, за счастьем не надо гоняться. Найдите свой путь, следуйте ему. Обращайте внимание на дорожные знаки в виде восторга, благоговения, благодарностей. И ваше врождённое счастье просто проявится. Благодарю.